всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 давно меня не было ребят ну как говорится и повода не было а тут вроде как бой повод появился мы на новом проекте играем с ребятами ну вот и не могу не поделиться таким автомобилем то есть обзором на такой автомобиль как гелик вот гелик у нас находится на сервере сметана поэтому собственно говоря и превьюшка такая что гелик на сметане я думаю это всем будет теперь понятно почему такая превью а то мало ли подумают что у него кто-то сметану заправляют вот но нет на ездит он на бензине то поэтому голенваген ребят описание на самом деле не очень такое расширенное так скажем да там написано в описании что 1000 слотов плюс много всякого всего вот но что всего она по факту не перечисляется я собственно говоря для этого обзор и пилю вот чтобы рассказать донести до вас вообще что в этом гелике но вы получаете при его приобретении ну во первых да это моща да то есть в автомобиль достаточно очень бодр на асфальте он на себя чувствует достаточно очень уверенно вполне хорошо управляется вот и плюс ко всему огромная вместительность вот то есть я может сказать рискнул что называется приобретя этот автомобиль стоит он ребят у нас значит на торговой зоне один 14 миллионов девятьсот тысяч то есть без без 100 тысяч это 15 миллионов вот на самом деле ценник очень не такой так скажем шокирующий может быть кому-то покажется вот но я пошел не к некими другими путями вода и все-таки приобрел автомобиль методом доната вот ну считаю что это топовый автомобиль наверное еда учитывая его вместимость и его так скажем харизму вот более вместительный есть автомобиль еще на этом проекте как егерь газ егер но это ля газ садко что-то вот в этом духе короче двухосный автомобиль ну ладно сейчас не о нем вот а сейчас именно а гельки так и собственно говоря давайте вам покажу что в этом автомобиле присутствует вот но безусловно анимация всевозможных дверей капота вот все по красоте сделано текстуры на высоте ребят смотрится реально очень красиво все вот что мы имеем с вами под капотом стандартный набор аккумулятор радиатор свеча две лампочки кузовные элементы колеса плюс запаска четыре бочки четыре деревянных ящика матроски сундук канистра можно также еще и рюкзак сюда затолкать и плюс два слота под оружие ребята и подытоживаю да что мы имеем с вами по вместительности вместительность у нас являющая получается 2050 слотов реально это много вот потому что принципе все остальные автомобили тот же самый взять ford raptor который на проекте сметана вот он менее вместительный да вот но он лучше по так скажем проходимым характеристикам ну например у меня есть и ford raptor на данный момент и галенваген да mercedes amg вот и я хочу сказать что по ходовым качествам на раптор наверно все таки получше то есть он в raptor на более повышенных передачах хорошо тянет в горке лучше тянет в горке mercedes он немножечко все-таки требует пониженных передач чтобы заехать на те или иные горки вот ну в целом знаете вот если не сравнивать да то есть если грубо говоря вы до этого не ездили на raptor и а сразу сейли на mercedes вы дискомфорта ощущать никакого абсолютно не будете то есть принципе это я вот сравнил поэтому то есть не есть чем сравнить поэтому я так и говорю но больше чем уверен что вам если сравнивать будет не с чем так скажем вы снивы пересядете на mercedes вы естественно кайфанете да то есть учитывайте этот момент вот значит по визуализации несмотря на то то что у нас здесь четыре бочки 4 ящика рюкзак да там вот по факту же мы с вами наблюдаем в багажнике только канистру да только только канистра она у нас имеется на заднем ряду сидений у нас ничего не появляется обычно знаете там рюкзак визуализируется на заднем сидении при его установке вот здесь даже рюкзака не видно то есть визуализации никакой нет ни бочек не ящиков вот на ну по салону ребят принципе уже можете сами оценить как бы я заднюю дверь открыл по низу ясно понятно такой белый салон не знаю во всех ли цветах он белый цветов достаточно много насколько я понимаю все цвета вы можете посмотреть непосредственно торговой зоне подойдя до к определенному как это сказать господи правильно ну короче к ящику к этому где торгуется все подходите от там есть запчасти для этого автомобиля и собственно говоря по цветам запчастей к этому автомобилю вы можете сами посмотреть какие цвета на эту машину имеются вот ну я честно говоря наверное все таки чернявенькие вот такой вот ребята себе оставлю и честно я даже не буду ничего менять меняется это методом тикета заполненный но в дискорде данного сервера вот ничего менять не буду меня черный гелик вполне устраивает по моему саму черный гелик от самый вообще брутальный автомобиль который только может быть по визуализации вот но давайте прокатимся да давайте прокатимся как говорится тест-драйв он должен быть вот движок давайте даже вот на нейтрал очки по газу он вроде такой знаете ли сначала такой вязгую щи достаточно то есть да такой визжащий я даже так сказал вот но процессе переключения передач появляются нотки мощности такой да знаете как сказать урлыканье что ли такого своеобразного так давайте наверное сейчас потише все-таки я сделаю я думаю звук двигателя вы оценили скорость этого автомобиля я думаю вы тоже ребят оценили то есть то насколько он бодр ой то насколько он бодр вы тоже это оценили давайте в обратную сторону проедемся тут заодно как раз таки можно посмотреть как он в горку пойдет вот в горку он скорость набирает управляется очень хорошо поворот вписался только на раз вот 130 было скорость ребят и я поворот вписался и мы едем в горку и он тянет в целом горку но по асфальту ребят на грунт на травку выезжаете естественно картина будет немножечко меняться вот то есть вот такой то ой я за с открытым багажником поехал но благо канистра не выпало и слава богу так давайте-ка мы с вами все-таки немножечко сдадим назад не будем здесь маячить перед зомбаками на обзоре мне с ними воевать вам совсем не хочется никого не сагрили то есть вот такой вот ребят mercedes не знаю все ли я вам показал честно давно обзор уже записывал наверное как-то немножечко даже как-то отвыкся немножко от всего вот этого ну я думаю что ничего не упустил и все самое важное наверное я показал вот ну наверное и вот если в чем-то где-то дни мне показал пишите пожалуйста видосом мол хочу знать вот это хочу знать вот этот вот на все вопросы безусловно вам отвечу но я думаю для приобретения этого автомобиля все вопросы снимаются что почем и сколько в него влазит и куту как он едет и как бы без всякой похвалы что называется чрезмерно я этот автомобиль вам обрисовал ну я думаю выводы сами на себе сами напрашиваются дату то что если у вас будет какая-то дилемма брать не брать берите ребят берите и вы не пожалеете вот ну и на этом я закончу большое спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки вступаем в группу вконтакте есть также у нас и дискорде мы сидим с рельс ребятами вот видосики публикуются на ютюбе на ротюбе на вк короче где только не публикуется все ребят всем огромное спасибо за просмотр и всем пока